Здесь будет ковер, игрушки, в общем детская комната. Остались последние штрихи. Одно из основных направлений – давать уроки плавания для самых юных жителей и гостей города-курорта. Многие вещи приходилось придумывать практически на ходу. Для детей, которым требуется реабилитация, предусмотрена специальная лестница. Пол в душевой для дошколят подняли для удобства родителей. По образованию Тарас – оператор котельных установок. Увлекается глубоководным дайвингом. До кризиса у него была сеть из трех десятков точек по продаже бижутерии. Однако дело пришлось закрыть и встать на биржу труда. В центре занятости ему прочитали специальные курсы по предпринимательству. Сам он увлекается глубоководным дайвингом. Из этого возникла идея открыть такой центр. Он разработал бизнес-план и получил грант – 107 тысяч рублей. Вот эта установка, ультрафиолет, озон и бассейн на эти деньги куплены. Как раз получилась вот эта сумма. Параллельно ему удалось мобилизовать собственные резервы. А специалисты центра помогли поверить в собственные силы. Мне эти деньги подтолкнули к действию. Я купил первое оборудование. Мне нельзя было уже назад отодвигаться. То есть мне очень помогло. Оно подтолкнуло. Как рассказали в центре занятости, на один такой грант от государства сегодня претендует по 3-4 человека. Идеи оценивают представители муниципалитета и торгово-промышленные палаты. В этом случае проект признали социально значимым, соответствующим концепции детского курорта и, само собой, перспективным. Детей у нас маленьких очень много. Плюс ко всему, что самое важное для нас, что предприниматель собирается создавать рабочие места для наших жителей. Бизнес полностью прозрачный. Сегодня в центре работают три тренера. Со временем штат будут расширять. В ближайшее время здесь появится еще один бассейн для младенцев. Температура воды в нем будет порядка 35 градусов Цельсия. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.